Итак, всем доброе время суток. Мы находимся по-прежнему на Microsoft Fit. У нас 3 декабря, утро раннее, без 15.09 вроде как. Участники потихоньку собираются после вчерашнего, тут некоторые больные люди уже играют. А мы возьмем случайного нашего посетителя Роман. Роман, правильно? Правильно, Роман, Роман. Что вы думаете по этому поводу всему? Вот что вам, скажем так, не будем задавать провокационные вопросы, что не понравилось, что понравилось, почему стоит ходить на MS-Suite, что нужно сделать, чтобы людей больше пришло на MS-Suite, вообще как вам технологии Microsoft, как вам вот эта вот технология Kinect. Я много вопросов задаю, да? Нет, достаточно. Любые свои мысли. Технология прекрасная. Если посмотреть, там через лет 10 будут такие онлайн-игры, то это все будет... А сейчас, почему... А это не онлайн, а через нет. Нет, она может играть сейчас, то есть, если... Да. Ого. Ого, да. То есть, вы можете так в паре, а можете в паре друг с другом играть в это самое, это и есть наша технология Kinect. То есть, Xbox и так обеспечивал онлайн у него Xbox Live, а Kinect просто добавит... О, молодец! И так... Получается, Kinect это... Это всего лишь маленькая приставочка. Камера? Да. Ну, то есть... Ну, набор камер этих, которые обнаруживают народ. Да. А, чтобы больше народу приходило, наверное, тип компон надо поставить тут. Ну, что за час от утра, и никто еще не проснулся, вон только один кудябликов ловят. Ну, а вообще... Вообще прекрасная выставка, прекрасная... Так это ж не выставка, это ж мероприятие, семинар. Да. Ну, мне нравится вообще, что новые технологии показывают, как с ними работать, хотя бы начать. Потому что, когда разбираешься, очень напряжно через статьи разбираться, как использовать. А, Роман, нескромный вопрос. Вы какой трек посещали? Я? Программистов. А, не наш человек. Я вообще за IT Pro отвечаю. Ну, шо ж вы так, Роман? Ну, и как по программистам? Какие технологии действительно перспективны? Все говорят, Windows Phone 7 это круто. И сейчас может любой студент написать приложение, опубликовать его и... Да, Windows Phone, конечно, круто. Будете писать? Ну, не знаю еще. Ну, уже пробовал, уже установил, короче, уже игрался. А, Облака? Облака это круто. Но там надо решения уже иметь, конкретно, на которые будут заходить очень много людей. Ну, то есть, от таких решений пока нет. Ну, так. Вы же из университета, например, программа всех этих самых, как это, лекции всего университета, библиотека для сдачи, подготовки экзаменов. Можно, типа, шпоры туда опубликовать, а все студенты потом... А, ну, это же на экзамены как раз и грузить облако, да? Да. Вот, да. Это же как раз и есть облачная технология, так кто-то один зайдет, а так будет 100 человек заходить. Это варианты. А еще что? Ну, чего вам еще добавить, чтобы в следующем году вы захотели к нам вернуться? А, Silverlight. Побольше. Потому что в этом я докладов не видел про Silverlight конкретно. Windows Phone это хорошо и Silverlight в нем, но вообще было бы интересно. Там, по идее, пятый уже будет, да? Так вчера же была презентация. Пятого Silverlight? Да, в 7 часов. А, где я был? А, я знаю, где я был. Вот, а так вообще? Вообще круто. Просто, если разбираться в этом через статьи, это одно. Если прийти послушать, как это по-настоящему должно работать, как это работает, это вообще прекрасно. Я понял. Но удалось поговорить с докладчиками, там, позадавать вопросы, там, полезных людей позвали? Да. Ясно. Про Windows Phone полезно тоже, потому что статей в интернете очень мало. Ну, они практически отсутствуют. Я понял. Ясненько. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Мы ищем следующую жертву, а пока мы посмотрим, как Аня зажигает. Она не зажигает. А, это у нее будет Battle сейчас. Так. О. Все. Народ потихоньку собирается. Не спит. Мы попробуем найти еще кого-то, кто бы нам дал интервью. Пойдем. Подойдем к ребятам. Что такое, надоело? Тебя убивают. О, день добрый. Так, организатор, проходим, 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 проходим. Кого бы еще попросить? Мы серьезных людей попросим. День добрый. Простите, не могли бы вы дать нам короткое интервью? На тему вашего доклада? Не, ну на тему нашего доклада не надо. Я и сам могу его пересказать. А вообще, вам нравится, тот не нравится? Ну, хотелось бы все-таки больше практического опыта, из которого действительно нужно на следующий день уже сделать какие-то выводы и применить на практике. Ага. То есть, больше демонстрашек? Больше демонстрашек, но только не такие вот галопом по Европам, а так, чтобы можно было на чем-то больше зафиксировать внимание, чтобы можно было буквально не разбираться опять с нуля в каких-то вопросах, а применить это на следующий день. А я хотел спросить, встречный вопрос. Вы заходили на сайт TechDays in UA, который я вчера показывал? Нет? Вчера не заходили, раньше. Ну, в таком формате вы ожидаете? Или вам, может, просто короткие, там, слишком много, там, час, это слишком мало считается, ну, на одну тему. Нормально час на одну тему. А куда ж туда еще лапы-то вставить? Там у вас получилось следующее, что вот как вы советуете сегментировать пользователей, так вот и здесь, получается, в аудиторию, получается, вот я, например, пришел для того, чтобы понять, как дальше изменять свою инфраструктуру как IT-директ, а здесь находится, там, половина публики, которая, ну, просто уже давным-давно вы там говорится и на своем сленге начинает разговаривать. Это немножко отвлекает. Понятно. Спасибо. А вообще? Ну, вообще интересно. Да, здорово. А, ну, там, организация. А это немножко не наша тишина. Понятно. Ну, спасибо. Так, где бы еще найти? О, партнеры. Мы видим компанию Quarta Technology. Они занимаются поставками в Украину Windows MB, созданием решений и так далее. Уважаемые партнеры. Уважаемые партнеры. О, классная книжка. С ума сзади. Это что, бесплатно все? Нет. Как нет? Не бесплатно. За деньги? За анкеты. За анкеты. Это еще просто никто не знает. Это большой шанс. Да. Это большой шанс. Это просто никто еще не знает о том, как это... Что вы думаете по поводу... Вы были у нас на докладах? Не удалось? Не удалось. Понятно. Ну, я понимаю. Кусочками. Кусочками. Ну, а вообще, как народ? Ну, народ интересуется. И, на самом деле, как бы, видно, что нужно продвигать тех. Что далеко не все, а Windows MB, знают. Я на них даже две презентации потратил свои. Возможности. Ну, соответственно, нужно продвигать, нужно людей образовывать. Ну, спасибо. Рассказывать о том, что они могут сэкономить деньги, и они могут оптимизировать систему под собственное устройство. То есть все, что... Те возможности, которые дает Windows Embedded. Ясно. Итак, докладом по Windows Embedded это была Quarta Technology. У них на стенде много книг, которые никто не знает, сколько их тут в реальности. А вот он Windows Embedded. Вот стенды. Ой, компьютерное обозрение. Но их что-то нет с нами сегодня. И так далее. А люди продолжают воевать. И посмотрите на этих девушек. Они просто влились в кресло для того, чтобы поиграть. Коллеги, а вы не хотите сказать, что вы думаете по поводу свита? Что тебе сказать? Что тебе сказать? Пресса. Пресса. Что вы думаете по поводу пресса? Пресса. А что тебе сказать? Ты задавай вопросы, ты же интервью берешь. Подожди, подожди. Я спросил, что вы думаете по поводу всего этого? Я имею в виду мероприятия. Не, не. Что, правда? Не, не, не. Я просто тебя еще не слышал. А я уже вчера дважды выступил. Да. Да. Вот теперь хожу... Мне опять неинтересно что-то рассказывал. Конечно. Надо было про киннект рассказать. Киннект тебе показывает. Смотри, как девочки у нас танцуют. Да я видел, что ты только их и снимаешь. Да, подожди, подожди. Я еще вон товарища, который ловил паучков и кудябликов снимаю. Ну, а вообще, что можно сказать? Ну, для разработчиков... Как по прессе? В прессе отлично, отлично. Это шоу по поводу мероприятия, наверное, для разработчиков шоу в Украине больше делается. Ничего. Больше, чем такие мероприятия нет. А для IT-прошников... Кто это? Тоже пресса? Да. Кстати, черт. А для этих... Кто пресса, кто IT-прошников? Этих IT-прошников как... Я тебе поговорю. Я жучу, я жучу. Как это? У нас мало IT-прошников. Все желают поучиться. Все хотят так называться, но не все могут. Да. Ясно. Ну, а как тебе кинекты? Сейчас я буду играть, будешь меня снимать. А, нет, я снимать не буду. Я не такой пластичный, как девушка. Не дадите нам интервью. Короткое, небольшое, для ютубовского ролика по свиту. Что вы думаете по всему поводу этому? По поводу свита? Очень неплохо. А вы на какие доклады ходили? На какие? На IT-про, ну там зал А, зал Б, зал С. Вчера весь день высидел в А, но сегодня, скорее всего, буду другом в С. В С, то есть вы разработчик? Да. Ну, что хорошего, что плохого? Что плохого? Сразу скажу о плохом. Да, скажите о плохом. Многие, ну не, многие я вру. Некоторые докладчики явно не знают, что хотели сказать. Это мое мнение. Отлично, спасибо. Мы учтем. Вы знаете, у нас есть анкета? Я отметил. Я всегда в анкете говорю всем на докладах, пишите. Это свободная, открытая тема. Можно всегда написать все, что вы считаете. А хорошего? А хорошего? Действительно, там пройдет три недели. Что вы, грубо говоря, в сухом остатке-то будет? В сухом остатке. Кинект. Кинект, да, интересная штука. Я не знал, что она уже появилась. В сухом остатке, это как раз одно из мест. Все очень часто варятся у себя в собственном соку и не имеют никакой возможности узнать об альтернативе. Вот это вот как раз сухом остатке. То есть, общение, общение. Да, возможность узнать, чем занимаются другие и что, вообще говоря, предлагается для решения общих проблем. Это вообще очень важно. То есть, вы сегодня решили прийти действительно на общие проблемы, пойти на сессию для архитекторов? Нет, просто архитектура – это основная вещь, которой я занимаюсь. но она невозможна без знания, как это можно воплотить. Ага. Ясненько. Поэтому я послушал воплощение, детализация, воплощение того, что мне нужно и чего. Это самая основная органическая архитектура. Большое спасибо за очень полезный фидбэк. Мы обязательно учтем его. А я пойду… Да. Вы не можете мне Agile Development рассказать, о чем это? Чтобы я знал… Я вообще IT-прошник. Agile Development… Сергей! Вот, Сергей. Сергей Байдачный. Что такое Agile Development? Ага. Спасибо большое. Собираем интервью. А, тут ловят… Надо было отталкиваться, она быстрее тебя сейчас проедет. А, тут уже ловят паучковик у дябликов. Так. Йо! Йо, пацан! Да, да. Так. Кто еще? Вот, вот наш MVP. У тебя есть ровно две минуты, чтобы сказать что-то на камеру нам о том, что ты думаешь по поводу свита. Это мы на свите, хочу заметить. Это зона экспертов, первый эксперт уже есть. В отличие от других экспертов, которые где-то ходят, несмотря на большую раннюю рань, эксперт у нас уже на месте. Пользуясь случаем, хочу передать привет маме. А жене? Ты уверен, что это было правильное начало маме? Жена еще спит и пока еще… Так я опубликую это все только где-то через часик вылью. Ну? MS-Suite это самая лучшая конференция, которая происходит сейчас, в данный момент на Украине. В Украине? В Украине, да. В Киеве, в Украине? В Украине. Вот. Плохо, что очень мало людей, конечно. Как очень мало людей, ты такой не говори. Ты че? Нет, на данный момент. А, не, ну сейчас рано все. Минус пять, как ты думаешь, хочется людям… Наверное, снег людям помешал приехать. Да. Холодина. Ну, а вообще, как твой доклад? Или ты еще не докладывался? Я еще не докладывался, но скажу одно, что если вы хотите заниматься спортом, покупайте себе кинек. И вперед. Вчера в 15 минут попрыгаю, а у меня до сих пор болит спинал. Да, это был наш MVP Сергей Бельский. Вы знаете его как администратора и владельца ресурса IT-клуб In.ua. Собственно говоря, Сергей занимается ширепоинтом. И здесь у нас, видите, в белой такой рубашечке санитара. Если кому-то после кинекта станет плохо, он теперь на личном опыте сможет подпомочь людям, как же, как же, как же восстановить эту крепатуру. Ты уже готов купить себе кинект? Да. А чего ты в Германии не купил его? В штатах. Ай, куплю в штатах. Ах, молодец. Вот видите, как хорошо живут MVP. То он в Германии, то он в штатах. Капец. Приходите к нам на MVP. Ну что ж, будем заканчивать этот короткий репортаж. Сейчас попробуем найти еще одну жертву. Извините, ничего нет. Спасибо. Вот. Люди потихоньку таки подтягиваются. Там в зоне все больше и больше народа. Почему-то стенд с Windows с фоном до сих пор не открыт. Народ спит. Ну что ж. Спасибо. Это был Microsoft Suite. День 2. 3 декабря. А с вами был Игорь Шестидко. Будем рады увидеть вас еще. Спасибо. Спасибо.